Какие виды износов существуют при эксплуатации вагонов, виды износов, виды трений и как с ними бороться? Ну, значит, начнем с определения, что называется износ. Износ деталей происходит под действием сил трения, усталости поверхностных слоев материала, нагрузок, изменение температуры окружающей среды, а также износ может происходить из-за коррозии металла. Износ появляется в изменении качества поверхности, его геометрических размеров и формы деталей. Также изменяются и свойства поверхностных слоев. Износ подразделяют на естественный, аварийный и моральный. Естественный износ – это разрушение и изменение структуры наружных слоев твердого тела. И данный вид износа появляется под действием сил трения, высокой температуры и атмосферных условий. Естественный износ происходит вследствие одновременного протекающих процессов истирания и также смятия абразивного изнашивания, усталостного разрушения химических, электрохимических и тепловых явлений. Износ и трения – это неразрывно связанные явления, которые обусловлены взаимодействием двух тел, взаимоперемещающихся в зоне касания. По виду относительного перемещения соприкасающей поверхности различают два вида трения. Это трение скольжения и трение скачения. Трение скольжения – это такой вид трения, при котором одна и та же зона одной детали соприкасается с различными зонами другой детали. Данный вид трения мы можем наблюдать при соприкосновении тормозной колодки с поверхностью колеса при торможении. Как раз и получается, что колесо вращается и все ее части поверхности соприкасаются с одной поверхностью колодки тормозного оборудования. Теперь что такое трение качения? Трение качения – это такое витрение, при котором следующая одна за другой зоны одной детали приходится прикосновение со следующими одна за другой зонами другой детали. Причем мгновенная ось вращения одной детали относительно другой происходит последовательно через зоны касания. Для трения качения характерны смятия и выкрашивания. Данное витрение мы можем наблюдать в буксовом узле между поверхностями роликов и поверхностями внутренних и наружных колец. Теперь по толщине смазочного слоя и по состоянию поверхности трущихся деталей различают следующие виды трения. Это чистое трение, сухое трение, граничное трение и жидкостное трение. Чистое трение возникает между соприкасающимися деталями при полном отсутствии на них посторонних примитий. То есть никакой смазки, никакого жидкостного различия между поверхностями трущихся в чистом трении нет. Такое витрение может возникать только в вакууме. Сухое трение возникает при отсутствии смазочного слоя между трущимися поверхностями. Данное витрение мы можем наблюдать в механизме постороннего устройства, потому что все детали части механизма постороннего устройства работают в сухом трении. И также поверхность колеса и колодка тоже между ними нет никакой смазки. Там тоже наблюдается сухое трение. Следующее витрение – граничное трение. Граничное трение возникает при незначительном слое смазки. Толщина слоя смазки при граничном трении составляет 0,1 микрон и даже менее. Это в качестве граничного трения можно перевести скользуны. Скользуны на тележках грузовых вагонов, скользуны на тележках пассажирских вагонов. Вот как раз между ними, поверхностями скользунов возникает граничное трение. Когда жидкостное трение? Жидкостное трение – это такое витрение, при котором наблюдается трение поверхностей. И при этом виде трения они разделены достаточно, как не толстым, а большим слоем смазки. И при данном виде трения молекулярные взаимодействия поверхностей практически отсутствуют. То есть разделены слоем смазки. Узел пятник под пятник как раз работает в системе жидкостного трения. Ну и детали гидравлического гасителя колебания. Вы знаете, что внутри гидравлического гасителя колебания находится масло МВП. И детали, находящиеся в сопротивлении внутри гасителя колебаний, как раз испытывают жидкостное трение. Это все, что я хотела сказать о видах трения. Теперь давайте рассмотрим, какие виды износов существуют при эксплуатации вагонов. Значит, это износ схватывания, это окислительный износ, тепловой, абразивный, осповидный, химический, аварийный и моральный. Начнем с износа схватывания. Износ схватывания происходит при трении скольжения с небольшой скоростью. Скорость составляет менее 1 метра в секунду. И перемещение трущихся поверхностей с большим удельным давлением, который превышает предел текучести металла при отсутствии смазки. В этом случае в местах контакта сопряженных поверхностей возникают пластические деформации, сопровождающиеся схватыванием металла. Окислительный износ. Окислительный износ происходит под действием сил трения и соприкосновения с кислородом окружающей среды. При этом возникают пластические деформации поверхностных слоев и наблюдается диффузия, то есть проникновение кислорода воздуха в металл. В результате чего пленки твердых ростуров во время работы сопряженных деталей разрушаются. Мягкие стали больше подвержены окислительному износу, чем твердые. Тепловой износ происходит в процессе трения скольжения с большой скоростью относительно перемещения трущихся поверхностей. Скорость перемещения при тепловом износе составляет от 3 до 4 метров в секунду. И так же, как и при износе схватывания, в большом удельном давлении. Тепло, выделяющееся при скольжении, понижает сопротивляемость деталей износу, приводит к постепенному смещению их поверхностных слоев и к изменению геометрических размеров. Обработка деталей ционированием, азотированием, цементацией, хромированием как раз повышает их теплоизносустойкость. Следующий вид износа – это абразивный износ. Абразивный износ происходит в результате режущего или царапающего действия твердых частиц в местах соприкосновения трущихся поверхностей. Твердые частицы могут появляться из-за разрушения поверхностного слоя, загрязнения его маслом, плохой защиты от попадания стружки, пыли или песка. Абразивный износ является самым распространенным видом износа. Например, в буксовом узле при комплектации подшипников обязательно учитывается диаметр роликов в одном подшипнике. Для чего это делается? Для того, чтобы нагрузка, приходящаяся на буксовый узел, равномерно распределялась между всеми роликами. Если же один ролик будет значительно больше остальных, то вся нагрузка будет приходиться на него, в результате чего ролик может разрушиться. И вот разрушения от этого ролика частицы будут попадать на остальные ролики и оказывается царапающее воздействие на поверхность роликов и на поверхности внутренних и наружных колек. И тогда возникает вот этот вот абразивный износ. Асповидный износ. Износ возникает в процессе трения-качения при нагрузках, превышающих предел текучести металла. Такой износ возникает под действием больших удельных давлений на поверхность трения, вызывающих микропластические деформации сжатия, упрочнение и затем разупрочнение. Образуются микроскопические трещины в поверхностных слоях, которые затем в дальнейшем превращаются в одиночные или групповые асповидные углубления. Этот вид износа наиболее отчетливо виден на поверхности подшипников качения, а также зубчатых колес в зоне начальной окружности. Наличие смазки при асповидном износе оказывает расклинивающее действие на поверхности металла, и в результате чего процесс износа при наличии смазки ускоряется. Наличие смазки ускоряет образование асповидного износа. Теперь химический износ. Химический износ происходит под действием кислорода окружающей среды, кислот, щелочей, выхлопных газов, электрических разрядов и других видах износа. По-другому химический износ называют коррозионный износ или коррозийный износ. Вагоны подвергаются интенсивному коррозийному износу, особенно кузов и части внутреннего оборудования изотермических и пассажирских вагонов. То есть там, где есть влага, там, где есть выхлопные какие-то газы, электрический разряд, образовывается химический или коррозийный износ. Аварийный износ приводит к выводу из строя деталей и механизма ранее предполагаемого срока. Такой износ является следствием несовершенства конструкции, недоброкачественности металла, материала, из которого изготавливали деталь. Также нарушение правил эксплуатации и ухода за вагонами тоже является, приводит, может привести к аварийному износку. Плохое качество изготовления или ремонта деталей может послужить следствием аварийного износа. Неправильная сборка или усталость металла тоже могут привести к аварийному износку. Теперь моральный износ. Моральный износ связан с появлением вагонов более совершенных конструкций, которые обладают большей производительностью, присутствующими вагонами и удобством в эксплуатации. То есть появление новых вагонов, более совершенных конструкций, приводит к тому, что вагоны старых конструкций морально устаревают. Поэтому называется моральный износ. Теперь давайте посмотрим зависимость износа деталей. Вот, да, у меня тоже, у меня, да, да, я тоже была, я не знаю, как я зато и здесь ничего. Вот, я, кажется, в тот раз не была, потому что я и дома была. А здесь у меня и здесь идет, и вот здесь идет еще два моих изображения, изображения студентов идет. Так. Да. Вот. Значит, зависимость износа деталей от времени. На темп износа влияют следующие факторы. Это условия работы, то есть это удельное давление, характер нагрузки, относительные скорости и температура. Как правило, чем больше давление и относительная скорость, тем выше темп износа. Еще на темпы роста износа влияют перегрузки. Перегрузки, вибрация, переменная и ударная нагрузка тоже способствуют его увеличению. Общий или местный перегрев деталей повышает интенсивность изнашивания и могут привести к повреждению. Свойства материалов, их соотношение и изменяемость в работе также влияют на темпы износа. При данных свойствах материалов важнейшее значение имеет количество, качество и чистота смазочных материалов. Если смазка плохого качества или ее недостаточно, то темп износа естественно увеличивается. В наличии смазки корродирующих веществ также сильно повышает изнашивание деталей. Условия сопряжения и характер контакта и обработка поверхности также оказывают влияние на темп износа. Сухое трение, несоосность узлов, непараллельность или непрередикулярность осей и плоскости почти всегда повышают темп износа. Дефекты изготовления или ремонта деталей также могут увеличить интенсивность изнашивания и привести к повреждениям машины. При грубой обработке трущихся поверхностей темп роста износа выше, чем при чистой. Теперь давайте разберемся, что называется предельным, а что называется допустимым износом. Под предельным износом следует понимать предельные размеры изнашивающихся деталей или регулированной величины. То есть зазор, давление или угол наклона. Или предельное ослабление или затяжку крепления, то есть может быть максимальная или минимальная величина, до достижения которых узел работает нормально. Правильное установление предельных величин в деталях и в узлах вагонов имеет большое значение, так как обеспечивает необходимое качество конструкции, производительную и экономичную работу вагона. Для уяснения понятий о предельном и допустимом износе, рассмотрим общий случай естественного механического износа сопряжения вала отверстия. При подвижном сопряжении между деталями предусматривается некоторый зазор, величина которого определяется классом точности обработки и характером посадки. И... Значит, при решении вопроса о необходимости ремонта, недостаточно знать только величину ее предельного износа. Также надо определить степень годности детали, то есть установить, нужно ли деталь ремонтировать и сможет ли она работать до очередного ремонта. Для решения этой задачи необходимо на основе практических данных выявить закономерность нарастания износа. Зная эту закономерность, можно определить, в какое время при имеющемся износе деталь может работать до предельного ее состояния. Величина зазора должна быть такой, при которой узел до очередного ремонта практически не изменяет свои качества и сопряженные детали при этом не повреждаются. Величина допустимых износов деталей и величина зазоров в сопряжении определяется правилами ремонта и техническими условиями на ремонт вагонов. На каждый узел ремонтированного вагона имеется технологическая инструкция, где как раз и прописаны допустимые размеры, допустимые величины зазоров для того, чтобы вагон при ремонте находился в установленных нормах его деталей и узлы. Значит, по итогам нашей лекции я предлагаю вам ответить на контрольные вопросы, еще раз в модуле ознакомиться с презентацией данной лекции и использовать рекомендуемую литературу. Если у вас есть вопросы, задавайте мне. Здесь звука нет, поэтому можно ее написать, да, в чате здесь можно написать. Ну, там есть такой. Ну, народу совсем мало что-то. Это со мной еще. Да. Вот, так что... А написано пять участников. Если у вас какие-то вопросы есть, задавайте мне, пишите вот в чате для того, чтобы я смогла вам ответить на них. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...